вот здесь вот тема начинается другая она у меня начинается так если в двух словах вот эта молодая ранетка с в этом году ее выпиливает сергей вот потому что она старая опять призываю вернуться к ранеткам но привитым вот и вот один из примеров уже другого человека раскручиваю вот посмотрите и так перед нами маргаренко андрей борис по моему он должен тут все это на сердце у меня нету вот этой вот справа там где вопрос ответы ну такой столбик или как он называется у меня на экране нет ничего это вот есть там андрей борис нет я сейчас немножечко вас им познакомлю дело в чем проблема наболела она наболела и для меня где-то 2011 год примерно в нем гостях был дима я повел к соседям он сказал что ваши ранетки полу культурки лучше наших крупных плодах я был по здоровью по и поэтому по качеству плодов а соседи взяли спилили последнюю ранетку а его слова запали мне в душу я для чего с этим не общаюсь я же не родился умным меня же умными делали такие друзья как курдимов вот значит а сам то я не занимаюсь а смотрите ранетки раньше были мне встречались ранетки привитые их видимо ну ранетка полу культурка такое плаващее название что одно и то же дерево можно назвать и ранеткой полу культуркой потому что ранетка это получается гибрид сибирки скульптурной а то есть это да ранетка а полу культурка получается уже следующее поколение это гибрид уже ранетки опять скульптурной вопрос только в размерах плодов и в количестве сахара так можно хотя бы относительно размер плодов сами понимаете и вот значит вот смотрите давайте почитаем это письмо вот это дерево как называется наши полезные советы вот это именно вот эта лекция давайте смотреть валерий костянович это лучшая фотография ранетки есть другие но не вам не подойдут по качеству я его отругал такие замечательные уже результаты получил и даже кое-что от меня уже прекрасно растет вот а фотографии ну не получились я хотел делать телемост отложил на год так ладно отругал пойдем дальше неоднократко из ваших фильм слышал совет надо обратить внимание на ранетку и приложить дополнительно усилия затем запал ваш рассказ про вашу друга курдюмова первый год сделал 46 прививок смотрите черенки брал у соседей на заброшенных дачах у знакомых результат прививок отрицательный почти все первые прививки через год 2-3 погибли в общем считал себя очень умным мол будет меня же заучить как правильно прививать в общем надел ошибок очень много все прививки которые противоречили вашей теории не удались перечислить ошибки пригодится ребята читаем дружно он не обидится для чего иначе это привал высоко кроме дерева сразу скажу друзья мои я тоже через это проходил первое мои когда я прочитал что оказывается чем ближе к солнцу до него всего сто пятьдесят восемь миллионов километров по моему так ну-ка сто пятьдесят восемь по моему или триста нет сто пятьдесят восемь миллионов якобы там восемь минут идет света туда ну не помню точно вот но получается что если высоко прививаешь что ближе к солнцу а значит теплее вот так кто-то рассуждал и учил нас убогих а я верил и не верил я сделал тогда впервые первые прививки персика по принципу у земли 20 и в крону 20 проходит год все у земли живы а снега не было то есть снегом не укрыто знаете когда хирургический шоу укрыт снегом это здорово это повышает общую мороз стойкость то есть через этот шов через прививочный вот этот который зарастает иногда бесследно иногда нет вот через него утекает жизнь утекает температура утекает туда проникает мороз и грибы вот и не всегда уж так хорошо зарастает и портится первую очередь у меня получилось все которое привал я бедный ближе к солнцу я у меня десяток примеров когда я дурак дураком я раньше стеснялся думал вдруг прилипнет железо дурак очерстим вот дурак так дурак вот становился на стремянку и умудрялся привать на высоте 2 метра ну уж там то не замерзнет ведь я сам считал что там на 5-7 градусов теплее нет я тоже купил три градуса я тут же повесил на деревья но дело в том что до зимы сюда жить надо было до зимы все скелеты прежде погибли а у земли хотя привал высоковато не у самой земли это же в скелет но в нижней скелетной ветке так они все живы это персик тот самый то что такое творится опять все наоборот опять где-то меня голову задурили а вот то потерян ну ладно я надеюсь что мой пример другим наука второе брал среднюю часть черенка для прививки они нижнюю треть черенка не для треть это мое требование умудрился часть прививок сделать за кору плохая механическая механическая прочность а я что говорил ветер сдувает только так погибли в основном от механических повреждений но ветер это есть механическое повреждение прививки глазком начали тоже делали рюза тоже отрицательные перезимовались чего они перезимуют возле них это сам страшная рана прививка глазком это миллиметрах не в сантиметрах миллиметрах страшнейшая рана это как я всегда удивляюсь когда заставляет делать прививку глазком страшная рана и когда обрезка на кольце делать берем дом теплый все натопленный так для начала персим топить потом вынимаем все дверные проемы прям дверные бьем все стекла вот и живем в нем так не хотите так чужого дерева то калечить сейчас я надеюсь что 200 из 200 меня понимают или все еще кто-то думает что я не прав а наука думает что я не прав нет они даже не понимают что думают они не так они просто в другом мире живут вот может в африке за то все прививки которые делал по вашей теории все живы все растут жду садового сезона буду продолжать прорывать ранетки вы их надо спасать ребята спасаете ранетки потому что каждое поколение оно все да вы видели в моих фильмах я расстаю под одичавшими ранетками они уже размеры у многих как вот мизинец то есть на большом пальце ноготь уже вот такие куда дальше спасать так надо а или господи кому кому я обращаюсь институты тоже все воюют с этим самым то все проехали так 4 так 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 ну что-то пропущу небольшое отступление у меня около 50 абрикосов скотчек выращены два абрикоса не ваши вот эти я смотрите такой что хочу сказать не на одном из ваших абрикосов нет ли все листики чисто и целый зато рядом с ними растет медово весь покрыт ли я честно сказать я все грешил на дальневосточные абрикосы но и там клип полно ну почему у меня тли нет даже когда бывает знаете когда тля вас сообразовать сказать вот я стою боролся всегда почему попробуйте питомник не опрыскай ядохимикат пошел потом продавать нет уже полноценные саженцы а они покрыты тлей то есть на них западать для я вынужден опрыскивать пять шесть бывало восемь раз но это потом прекратилось но это уже другой вопрос прекратились полностью у меня абрикосы все вы как здесь написано все листики чистое целое груши персики черешни нет ли на вишних нет ли сколько пальцев груши черешни и вишни и персики абрикосы пятый палец и шестой палец половина слив который относится к классу венгерах тоже нет ли 6 пальцев а что остается часть слив и яблони все а откуда для берется на всей россии ну что дальше опять про искалеченные деревья про гниющие корни в этих лаках про то как это самое уничтожен весь покров зимой кстати тоже уничтожает покров видели этих самых чуть не назвал их фей которые на телеканале бобер устроили шаманские пряски уничтожают снеговой покров летом само собой они все с тяпкой все рахлят в общем получается как для любит больные деревья так но может быть медовый который все-таки другую природу имеет может он такой же здоровый как и мы вот и получается что или все-таки есть что-то но я не могу понять почему вот тогда я не понимаю первое я скажу я не знаю почему с чужой покрытой а мы не чистые но могу призвать то не забудьте нажать на кнопку где-то верхнем правом углу и вас тоже будут чистые ведь маргаленко андрей борисович он со мной не согласовал вот чё прислал то прислал они засуны казачок и вот это что синема это все честно